Философия и практика победы. Поиграем в дурака. Первую часть материала читайте на вас здесь. Борьба за место уже идет. Итак, чтобы сохраниться и сохранить свое место в мире, России еще предстоит побороться. Хотя почему предстоит? Борьба за место уже идет. Об этом можно судить хотя бы потому, что в мире стало как-то неуютно, сквозит. И сквозняки перемен пока не сулят никому ничего хорошего. Да, да, и не только нам. Сейчас идет так называемая гибридная война, которая, как и во времена Горбачева, начиналась словами о правах человека, мире и справедливости, исторической, культурной, спортивной, а может кончиться перестрелкой и перекличкой. Тут есть разные варианты. Просто раньше это называлось перестройкой, а сегодня глобализацией. Масштабы несколько подросли, но суть процесса не изменилась. Итак, перестройка, простите, глобализация идет по планете, и чем все это может закончиться, одному Богу известно. Но наша задача, в отличие от задачи Бога, скромнее, поэтому мы не будем гадать на кофейной гуще. Пока просто переберем карты. Что мы имеем? Какие козыри в руках или пустышки? Первая карта, границы, территории. Тут большой плюс. Нет, даже огромный. Газ, нефть, Сибирь, Байкал. Это вам не белое солнце пустыни. Главное, не выпустить ее из ладони в руки других соискателей. Страждущие всегда найдутся. Дальше, карта населения. Здесь не так плохо, как кажется. Наши люди при всех недостатках еще не успели деградировать до уровня коренного населения цивилизованного сообщества. Просто не успели. Потому что мы двигаемся по его пути с некоторым временным лагом. Т. Е. Идем по чужим следам с опозданием, мешая вчерашний снег. И еще не до конца успели проглотить то, что у других уже давно разъедает внутренности. Население относительно нравственное и не до конца потерянное, хотя и с линцой внутри. В общем, надежда есть. Экономическая карта, то есть. Доходы, казна. Просто кошмар какой-то. Нашей экономикой до сих пор заведуют либеральные доктора науки профессоры, поэтому больному можно только посочувствовать. Пока ее кое-как вытягивает из ямы карта природы. Но вечно так продолжаться не может, если не будет прибыли. Посмотрим, что будет дальше. За ней идет карта социальная, производная от экономики. Это образование, здравоохранение, искусство, культура и даже пособия с пенсиями. Все, что имеет отношение к человеку. Уныло, больше ничего не скажу. Возьмите свою социальную карту, у кого она есть, и прикиньте, что она вам дает. Комментарии нужны. Культура, искусство не играют большой роли, времена не те. Плоховато, но где сейчас вы найдете лучше? Берем карту политики внутренней. Политика есть, но уже тревожна. Сказывается накопительный эффект от недавних реформ. Ну и, конечно, от реформ не таких уж и свежих. Эта карта работает в совокупности с экономикой, где пусто. С ней, то есть внутри себя, надо бы быть повнимательней, не откладывать далеко. Так, еще одна карта, дипломатия и внешняя политика. Что сказать? Жиденько, бледно. Иногда красиво, но чаще беспомощно. Много шума, толку мало. Мало практичности. Пока не видно какой-то системности, цели. Все идут колебания туда-сюда. Ну да бог с ней, ладно. Следующая карта, карта внутренней безопасности. Это полиция, МЧС, спецслужбы. Наши городовые. Вполне себе ничего. Не лыком шиты и не зря едят хлеб. Четверка с минусом им пока что, чтобы не расслаблялись. Но сокращать реформировать их больше не рекомендуется. Наконец, последняя карта, карта безопасности внешней, то есть армия и вооруженные силы. Это, пожалуй, самый крупный козырь у нас за душой. Причем иногда он бьет все остальные козыри, как бы много и какого бы цвета они ни были. Его надо беречь, чтобы через него строить игру и применять в самом крайнем случае. Не играйте в шахматы с шулером. Карты сданы, начинаем играть. Да, кстати, а во что мы играть-то будем? Только бы нам не играть в шахматы, сколько можно уже. А то мы долго с другими играли в шахматы, пока они были обычными шулерами. Это все равно, что изображать из себя умных и честных в публичном доме с вывеской «Клуб». Не мне объяснять, почему в таком клубе не стоит играть в поддавки. Но все равно вопрос об игре остается открытым. Карты, между прочим, можно уже светить. Другие в них роются без смущения. Наоборот, они даже советуют, как надо действовать и что положить на кон, чтобы обучить нас игровому уму. Одна карта их беспокоит все-таки больше всего. Нет, это не великолепная природная карта, которую они бы у нас одолжили. Правда, вырвать ее нелегко, пока есть вторая, похуже. Похуже, естественно, для друзей. Вот с безопасностью что делать, если наскоком ее не взять? Она ведь не даст снаружи разыграть карту природы. Стоп, тогда надо бы посоветовать играть по правилам. Ведь на руках должно быть всего шесть, то есть две карты все-таки лишние. Их бы теперь убрать со стола. Одну, то есть внутреннюю безопасность, спрятать подальше, а внешнюю еще лучше порезать. Чтобы она не мешала приятной беседе на солнышке. К чему лишнее беспокойство, если и так все здорово на природе? Посмотрите, природа поет, птички. Солнечный круг неба вокруг. Зачем портить себе такое хорошее настроение? Но для подозрительных и скептиков все можно объяснить еще более популярно. Наши компаньоны по игре объяснят. Вот, судите сами. Кто вам угрожает? Любезные, вы что? Да и что вы против нас, картежников? Сделайте, если мы всегда работаем кучей. Об этом лучше не думать, чтобы не изводить себя фобиями. Расслабьтесь и просто получайте удовольствие от игры. Вы в России отстали, а во всем мире идет соревнование не военных, а статистических аргументов, графиков, показателей. Вроде ВВП, высокого уровня жизни на фоне инновационных достижений науки. Которая только и занята тем, чтобы помочь человеку комфортно жить за чужой счет, не прилагая к этому больших усилий. Как вам, не дурно? Мы вас тоже научим этому, только вы уберите руки от кобуры. Армию, чтобы она не мешала наступлению такого блаженства, надо бы сократить и желательно побыстрее. А освободившиеся денежные средства вложить в экономику глобального счастья, то есть в ценные бумаги и казначейские росписи. Они гарантируют хороший процент. Можно, конечно, еще что-то придумать, вложив их, например, в ремонт, но все равно деньги окажутся именно там, где мы вам говорим. Не удивляйтесь, так надо. Семеновский или Преображенский полк, бог с ними, еще можно сохранить для ежегодного пробега по Красной площади. А вот Кантемировская дивизия уже больше не пригодится. Не нужны ни ядерное оружие, ни воздушно-космические войска, ни силы ПВО и ПРО, ни корабли с пехотой и артиллерией. Десантники пусть раз в год купаются в фонтане, так уж и быть. Но армия вообще, и тем более ваша, российская, это опасный пережиток прошлого, от которого непременно надо бы отойти. Хотя бы для того, чтобы она не мешала спокойно употреблять попкорн. Прошлое, милитаризм, коммунизм не дает вам безбедно жить сегодня. Вытягивает из вас энергию. Отягощает морально, физически. Поэтому вам бы еще, конечно, покаяться и тем самым снять камень с души. Вам же легче станет, честное слово, как и нам, то есть счастливчикам. Говорим вам это от чистого сердца. Почему они любят Достоевского? Вот таким фирменным национальным блюдом почуют нас, то есть Россию, за игрой другие кортежники, приправляя его соусом цитат Достоевского, который сам в жизни страдал, заставлял страдать литературных героев. И, если верить ловким душеприказчикам, и нам, то есть потомкам, страдать велел, чтобы мы, наконец, через самоочищение просветлели душой. Она ведь у нас нечистая. Короче, чтобы мы, не думая о грешенном, спасали свою душу. Достоевский в жизни действительно много страдал. Иногда он страдал от того, что был игроком в рулетку, проигрывался. И в перерывах между рулеткой писал свои сочинения, чтобы хоть как-то поправить дело. А потом снова шел в шумное заграничное казино. Когда он так поступал, кроме себя он эксплуатировал своих героев, заставляя их мучиться в интересах игрального заведения. Таких честных людей завсегдата и казино, то есть жулики, считают полезными идиотами. Мне кажется, герои Достоевского этого не заслужили. И уж тем более этого не заслуживали сами жулики. Теперь вы понимаете, почему творчество Достоевского так любит за рубежом. Потому что бенефицарами его творчества были мошенники, шулера. Он, сам того не желая, подсказывал им, как надо себя вести, чем играть и где жульничать, чтобы постоянно быть в прикупе. Но мы, в свою очередь, не будем ни в чем обвинять наших классиков. Не будем оправдывать ими глупость своих современников, чтобы замазать атрофию ума, нам подойдут любые фамилии. Лишь бы самим за себя не думать, и уж тем более не отвечать. И пускай кто угодно гуляет по загадочной русской душе. Это не мы дурака валяем, а бесы. Федор Михайлович не даст соврать. Эх, тяжелы мы, друзья, на подъем, тяжелы. Туги разумы. А вы говорите, в России дороги плохие. Им, дорогам, до нас далеко. А когда за столом есть дураки, есть и умные, даже если умом не блещут. Тут ведь большого ума не надо, ловкость руки никакого мошенничества. Жизнь не обманешь. Но, к нашему счастью, нас опять выручает жизнь. Сами мы обмануть себя еще можем, но вот ее не получится. Не зря говорят, что дураки, как и святые, люди заговоренные. Жизнь жестко бьет нас под дых, вынуждая все-таки шевелиться. А извлекать смысл из ее уроков мы умеем. Помните, природа нас не оставит в беде своей сногсшибательной правдой. Как в жизни бывает. Представьте себе, что в лесу кто-нибудь к медведю пришел читать лекцию. Как он всем надоел и как некрасиво себя он ведет. Поэтому ему надо, конечно, поскорее превратиться в мышь. То есть покаяться, помолиться, остаться без лап и когтей, и еще самому снять с себя шкуру. За все те страхи и неудобства, которые он доставил зверинцу. Чтобы зверинец мог наделать котлет и погулять на его панихиде, сидя на шкуре медведя в его берлоге. Представить себе это, конечно, можно, как и то, чем такое просветительство кончится. С кого самого снимут шкуру, оторвут хвост и вырвут язык. Котлеты тоже, друзья, будут, как фарш из визга, мозгов и хрящей. В общем, голодным медведь в лесу не останется. Но чтобы начать быть медведем, ему самому надо проснуться. И перестать верить в басни о вреде жирного для здоровья. Для здоровья медведя вредно не мясо, а сено. Я уже говорил вам о травоядном миролюбии, которое обычно заканчивается обглоданными костями. Кто-то хочет проверить его на себе? Я лично не хочу. Поэтому ничего хорошего в том, чтобы медведю перестать есть мясо, я лично для себя не вижу. В лесу все равно котлеты бегают, и все равно кто-нибудь будет есть. Это закон природы, а с природой шутить не надо. С волками жить по волчьи выть, даже если волки одеты в овечьей шкуры. В нашем случае реветь по медвежьи. Пора просыпаться, доставать зубы и когти, а то творится вокруг Бог знает что. Какие же выводы надо сделать из этого завтрака на траве? Теперь уже серьезно, без юмора. Не морочьте себе голову. Друзья, мы не должны брать на себя слишком многого. Не должны морочить себе голову плаксивой заботы о мире во всем мире, пока этому миру на мир наплевать. Мы не должны поступаться ради него интересами. И уж тем более мы не обязаны покупать его дорогой ценой своей безопасности и достоинства. Раньше мы его покупали, платили за мир кровью, но мир этого не ценил. Для него нашей крови не хватит, сколько ее не лей. Все, хватит, ребята. Очередь быть святыми прошла, и за мир пускай терпят другие. И пускай, прикормленные Горбачевым, они ждут аукциона невиданной щедрости. Ничего, подождут. А нам надо, наконец, проснуться и перестать играть в идиотов. По правилам или без правил, неважно. Кладем руки на кобуру и пристегиваем к себе ремень. Достаем козырную карту. Чтобы ни у кого не было смысла с нами блефовать за столом. Друзья, встретимся с вами через неделю-другую. Поговорим об армии и оружии. Впереди нас ждет еще много чего и одно маленькое лирическое отступление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok